Это что? Новый сетик с капюшоном? Покупаю! Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска, сегодня у нас в игре вышел новый маховик. Вот такой вот черно-зелененький сетик, и как вы уже поняли мою радость, тут есть вот такой вот черно-серый капюшончик, который внутри зеленый. Как вы можете знать, я обожаю сеты с капюшонами, так что, возможно, будет пополнение великолепных сетов именно с капюшончиком. Также тут прикольная черно-зеленая масочка, черная-зеленая обувь. Ну, тоже мы под это все посмотрим, хотя зеленых вещей у нас в игре не так уж и много. Штанишки у нас есть тоже вот такие черно-зелененькие, и торс тоже интересный. И то же самое на девушку, тут прикольные штанишки, прикольная обувь, капюшончик тоже интересный, и вот такие вот очочи. Давайте это все выбивать, посмотрим, сколько алмазов у меня уйдет. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Итак, в обмене нужно 200, 240, 260 жетончиков, чтобы забрать абсолютно на все. Посмотрите, какой офигенный лутбокс смерти с тремя деглами. Вы видите, да? Ну, давайте даже я заделаю вот так вот. Он просто шикарен. Рюкзачок у нас тоже довольно-таки интересный. Первый уровень смотрится вот так вот, второй уровень вот так вот, и вот такой вот у нас третий уровень. Сейчас вы тоже ничего не видите ли, да? Третий, второй и первый. Костюмчики у нас великолепные, также есть обменики на магический е-куб и 4 наборчика, которые в игре уже довольно-таки давно. Так, тут все скинчики на оружие у нас повторные, к сожалению. И что ж, нам нужно 460 жетончиков. Будем надеяться, что хотя бы какой-нибудь костюмчик выпадет просто за попытки. Это будет великолепно. Пока что свой бубен я не достаю. В принципе, 10 жетончиков выпало один раз. Дальше у нас идут просто жетончики. Итого сколько? 27 жетончиков за 250 попыток. То есть, от 1000 алмазов это образно 100 жетонов, 2000 алмазов это один костюмчик. То есть, примерно, если все выбивать за прокруты, это плюс-минус 4500-4750 алмазов. Может быть, мы уложимся 1000 в 2, если повезет, если какой-нибудь костюмчик выпадет просто за попытки. В очередной раз я вам всем советую. Если вы так же, как и я, забираете абсолютно все, то... О, лутбоксик выпал. То есть, мы уже на 20 жетончиков в плюсе. Опять же, если вы тоже, к примеру, хотите собирать и мужской, и женский. Сначала вы копите 400 жетонов, и только потом вы все обмениваете. Потому что может быть такое, то, что вы 200 жетончиков накопили, обменяли на мужской костюмчик, а потом он вам выпадает просто за попытки. Такое я был лично со мной уже много раз. Так что просто не повторяйте моих ошибок и просто копите жетоны. Нам уже, получается, нужно не 460, а 440 жетончиков, если я не ошибаюсь. Да. У нас уже 62 жетона есть. Это было сколько? По-моему, 2 попытки или 3? Это третья. Нет. Это четвертая. Что-то как-то плоховато. Потому что, по сути, за четвертую должно быть 100 жетонов, а у нас только 86. Но, исходя из того, что 20 жетонов мы уже сэкономили, было где-то 31 тысяч алмазов. И посмотрим, если не повезет, то останется 27. Но я надеюсь, что повезет, и в идеале, чтобы осталось где-нибудь 28, 28 500. Вот это будет великолепно. Походу, этот маховик меня не обрадует, и мне все-таки придется доставать бубен. Потому что, ну, как-то наборчики просто за попытки падать не хотят. Как-то это странно. Ну, хотя бы вот эти вот бы выпали, да? Ну, чтобы они поменялись на жетоны, было бы великолепно. Интересно. А если вот сейчас... А давайте, знаете, что проверим? 144 жетона. Чисто ради интереса. Я точно помню, у меня на складе, где есть вот эти наборы. И, по-моему, красных у меня несколько штук. Вот примерно вот тут они по времени в игре выходили. Вот они, да-да-да-да-да. Давайте, давайте, заделаем. Ну-ка. Да. Прикиньте. То есть, если у вас на складе есть повторные вот эти костюмчики, то вы можете их спокойно и с кайфом обменять, открыть. И вы получите жетоны. Вот это, да. Вот это подгончик. Так, все. Получается 125 жетонов у нас идет плюсом. И погнали. У нас сколько остается? Где-то 130 и 40. 170 жетонов. Нормально. Круто. Это великолепно. Так что использовать что-то выпало. Опять о лутбоксе, который меняется на 5 всего лишь жетончиков. Ну, в принципе, тоже норма, потому что вместо этого лутбокса могли бы выпасть там 2 жетона, 3 жетона, либо же 1. Опять это уже хорошо. Так, мне нужно 440. Осталось 133 жетона. И 28 тысяч алмазов у меня остается. Походу, это какой-то дорогой маховик. Что-то уж очень много алмазов сюда уходит. И костюмчики просто за попытки не выпали. Если вдруг вам эти костюмчики выпали просто за попытки, обязательно напишите в комментариях. Интересно все это будет почитать. Но падает 1, 1, 1, 1. Просто 1 на цвете минус 3, это 8. 8 раз подряд упало просто по одному жетону. Это капец. Опять 1, 2, опять 1. Опять 1. Чего это такое с ивентом? Мне же всегда в маховиках везло. Я не понимаю. Ну давайте, может быть, мы сюда перезайдем. Откроем за 1. И теперь откроем за 10. И подождем. Должно в принципе повезти. Ну 28 тысяч алмазов остается. Это как так-то? Это просто жесть. Жетоны опять. Жетоны, жетоны. Я в шоке. Это капец какой дорогой ивент. Ну и чуть-чуть осталось. У нас остается только 70 жетончиков выбить. В идеале это где-то 3 прокрута. Это прямо в идеале. Но может это и больше будет. Я точно не помню сколько было алмазов. Я точно помню, что была 31 тысяча. Опять я выпал аутбоксик. Ну хотя бы рюкзачок выпал. За наборы я уже вообще молчу. А прикиньте, это если бы я не поменял, не открыл наборчик. И мне бы еще нужно было бы выбивать 125 жетонов. Это мы уже всадили 4000 минимум. И сколько еще осталось? Это капец. Я в шоке с этого ивента. Может быть я в какое-то неудачное время его открываю. Но что поделать. Так, обмениваем получается мужской. Мужской мы сразу же открываем. Потому что он великолепный. Дальше обмениваем женский. Женский мы отправляем на склад. Потому что все женские костюмчики я не открываю. Ну а также обмениваем рюкзачок. Вот такой вот он у нас интересный. Так, всего остального нет. Теперь давайте знаете к чему перейдем. Давайте пособираем пару сетиков с новым костюмчиком. Все-таки я думаю многие этого ждали. Так, черно-зеленый. То есть нам нужен черно-зеленый торс. Можно взять... О, кстати, вот этот торс вообще сюда неплохо смотрится. Пихнем эту масочку. Так, какие штанишки? О, это же не один и тот же. Нет. Вот эти штанишки неплохо. Кроссовочки. Ну вот так вот, чтобы по-быстрому все заделать. Можно даже вот эти черно-сероги сюда пихнуть. И вот такой вот сетик получается. Да, не вау, да, не супер гуд. Но для, так сказать, первого быстренького пробного раза неплохо. Так, с этим торсом у нас есть прикольные штанишки. Так, где они? По-моему, это они? Нет, это не они. Вот они, да? Во-о-о-о. Даже вот эти кроссы подходят. Также сюда можно пихнуть вот эту обувь, но она не подходит под голову. А, я точно помню, я подбирал сюда какие-то великолепные наекросы. Астро сюда не подойдут. Нужны какие-нибудь зелененькие. Да даже можно вот эти чисто ради интереса оставить. Хотя они синеватые. Но да ладно. Так, это больше бирюзовые. А что я сюда подбирал-то? Может быть даже это было что-то из пропуска. Это опять же синяя. Тут и есть желтенькая вставочка. А что я сюда подбирал-то? Это 100 пудов было что-то из пропуска. Я точно напомню. Нет, эти мимо. Фиолетовые, красные. Красные. Может быть вот эти? Нет, это слишком белые. А что я подбирал-то? Слушайте. Что-то я не припоминаю. Какие у меня тут были кроссовочки под этот торс. Возможно, кстати, из вот этого первого 2D набора. Но это не точно. Окей, давайте чуть-чуть сюда вернемся. Там же, где мы были. Вот с обувью у нас запара почти всегда в усетах. Потому что, ну, можно даже вот эти ботиночки просто взять и оставить. С капюшоном, я думаю, понятно. Разобрались. Вот этот торс, кстати, подходит. Ну, тут ничего сложного нету. Сюда мы пихаем великолепные зеленые штанцы. Они с этим торсом смотрятся вообще идеально. Можно обе фастера и что-нибудь наличика. Так, от пропуска же были, по-моему, какие-то масочки, нет? А какие там были масочки от пропуска зеленые? Вот эти, да? Да, вот эти очевчи. Поэтому это мимо. Так, это что у нас? Понял. Эта масочка не подходит по цвету. А черная... А, с тайного магазина у нас была черно-зеленая масочка. Где? Давайте посмотрим. Смотрим. Вот она. Супер. И капюшончик вот этот. Все. Балдеж. Но, да, обувь надо подбирать другую. Но с этим мы заморачиваться не будем, потому что вы сами все прекрасно знаете. Какие сюда кроссовочки подходят. Потому что, если сейчас мы будем сидеть и подбирать абсолютно на все, чтобы прямо, ну, доводить эсет до великолепного идеала, то мы можем просидеть и час, и два, и три. Поэтому оставим вот такое обычное сочетание. А с обувью можно уже разобраться с самим. Дальше мы переходим к масочке. Но с масочкой тоже все просто. Можно использовать тот же самый торс из... А, торс из магазина мы использовать не будем. Какой у нас тут есть интересный? Зеленый торс какой-нибудь? Этот, конечно, интересно смотрится, но нету прямо супер вау штанов, которые будут прямо великолепно смотреться. У нас, по-моему... Так, это тоже мимо. Торс BTS. А знаете, что мы заделаем? Мы возьмем сюда зеленые штаны ангела. А где у нас зеленые штаны ангела? Я даже не помню. Может быть, они вот тут вот будут сразу же, да? Нет, а где они? Они вообще легендарные или как? Или где-то вот тут они по качеству? Ай, я не помню, честно. Значит, они легендарные. Но с желтыми штанами ангела их рядышком нету. Зелененькие. Потеряли зеленые штаны, да? Ну, хорошо. Чтобы опять же долго не заморачиваться. Ну, блин, ну эти не подходят сюда. Под этот торс нужны зеленые штаны. А где зеленые штаны? Вот они, все, ура. Так, Astra, либо белые кедосы. Astra сюда тоже не супер вау подходит. Но, чтобы не заморачиваться, вот эту причесочку. Типа, причесочка-анимация великолепна. У Азама, кстати, похожий с этих. Только, по-моему, у него другая прическа, другая маска. Нет, прическа тоже красная, но у него красно-зеленые сланцы. Если что, я ищу не их, а ищу прикольные зеленые кроссы. Можно даже вот эти, оставить и все. Давайте перейдем к торсу. Торс у нас довольно-таки своеобразный. Опять же, возьмем ту самую черно-зеленую масочку с тайного магазинчика. Можно даже английскую вот эту взять. Вот эту причесочку хочу. Так, обувь давайте пока вот эту оставим. И пробежимся опять же по штанишкам. Так, вот эти. Тут есть фиолетовые элементы, которых больше в сете нету. Тут есть прямо ярко-серый цветик. Зеленые. О, вот эти зеленые штанишки сюда подходят. Вот так вот это все смотрится. Нету, конечно, ярко-зеленого цвета у тех штанов. Но, да ладно. Что у нас еще имеется? Какие зеленые штанишки? Штанишки ангела с этим торсом. Такое себе. Эти шортики нормально. Хотя нет, куда? Но тут вот эти носочки. Так, у нас еще. Ну, тут все-таки разный цвет. Тут зеленый. Тут больше бирюзовый. Но по цвету торса штаны, они прям красивенькие. Дальше. Это такое себе. Что у нас еще? Вот эти штанишки. Тоже симпатичные. Это такое себе. Я думал, вот эти будут лучше смотреться. Так, что у нас еще? Это все мимо. Тут у нас были, по-моему, вот такие же, но зеленого цвета. Давайте до них долистаем. Они, по-моему, вот в этой редкости находятся. И перейдем к штанишкам уже. Опять где эти штаны? Это все не то, не то, не то, не то. Вот где-то. Во-во-во-во-во. Нормально. В принципе, по цвету пойдет. А теперь смотрим штанцы. Вот со штанцами интереснее всего. Потому что они прям своеобразные. Максимально. И почему-то мне понравились кроссовочки вот этого цвета. То есть нам сразу же нужна какая-нибудь светленькая причесочка. Масочку пока оставим. Потому что мы уже занялись сюда симпатичные масочки. Так, по курточкам. У нас, по-моему, где этот пропуск? Не вижу, не вижу. Хотя он вот, вот прямо передо мной я его в упор не вижу. Он, эта шмотка у меня не вызвана. Нет. А где? А вот она, все. Да, этот торс подходит идеально. По поводу масочки. Можно зеленую из тайного, можно зеленую ангельскую. То есть это вот так вот с нут. Не под этот торс. Давайте зеленую ангельскую оставим. Она смотрится интересно. И что еще у нас есть? Это торс с того же самого набора. Это все мимо. Интересно посмотреть, как торс из инкубатора зелененького смотрится с этим торсом. Нет, с этими штанами. Что-то я заговорился. Это все мимо. Ну, в общем, костюмчик довольно-таки интересный. Но прямо, чтобы супер что-то вау. Пока что, прям вот так вот, чтобы без подготовки собирать, это довольно-таки проблематично. Но я думаю, что на стриме сегодняшнем вы покажете мне какие-нибудь ваши интересные идеи с этим сетиком. Так, это торс ангельский. Про масочку мы забудем, потому что мы знаем, как это все поменять. С этого тайного, кстати, курточка подходит с пополнения. Тоже нормально под эти штанишки. Замечательно. И давайте последнее, что посмотрим, это торс инкубатора. Очень интересно посмотреть, как он сочетается. В принципе, нормально, потому что под этот торс хрен, что мы собирали до появления этих штанишек. Вот такой вот получился видосик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока и да пребудет с вами стиль.